Сегодня мы вкратце обсудим 23-24 страницы трактата Мой от Катана. Это пятничные и субботние дофьоми. И здесь в основном обсуждается Авелут в Шаббат. Сначала приводится, что на самом деле были определенные диспуты и разные обычаи в разных местах. В том числе известно, что в старые времена в Израиле особенно отличались Галиль и Егуда. То есть во время первого храма, разумеется, это стало два государства. Уже после смерти Шлома было сеяное государство Южное. Но даже во время второго храма, когда уже не было такого разделения и колены жили в перемешку. Не то, что в Егуде, в южной части Израиля жили потомки Егуды, а в северном потомки Десяти Колен. Нет, в основном Десять Колен были уже давно в изгнании. И мы не знаем до сих пор, где они точно, и вернутся ли они, и кто из них вернется. Но были какие-то потомки из Десяти Колен, которые были среди нас тоже. Сегодня тоже есть евреи из всех Колен Израилевых. Не то, что мы все из Егуды или Бениамина, или Коины, или Виты, да, из Левии. Нет, есть немало евреев сегодня тоже, которые могут быть откуда угодно. Из Дана, да, во время второго храма был какой-то человек, которого узнали, что он из Дана, например. Из любого Колена есть какие-то евреи, но их меньшинство. С тех пор евреев стали называть просто Ягудим, да, иудеи. И также персы нас называли, да, Ягуд, называлась провинция Ягуд. Вот, поэтому все мы называемся иудеями, потому что большинство из нас из Ягуды. Но нет четкого разделения, что в Ягуде живут иудеи, а на севере живут другие Колена. Нет. Ягудим живут везде, и немножко среди нас есть не из Ягуды, а из других Колен. И тем не менее, даже во время второго храма Галиль, да, север Израиля и юг Израиля отличались во многих обычаях. Есть немало Талмуд. В Талмуде есть примеров, когда есть различия. В Китубе, например, там еще разные случаи. Что делали в Галиль, что делали в Ягуде. Кстати, в тракторе Псахим мы уже видели один из примеров, там были разные обычаи насчет дня до Песаха. Бывало немало случаев, когда на севере не такие же обычаи, как на юге. Знаете, кстати, сегодня один из примеров, когда на севере основной обычай не такой же, как на юге. Немного и сегодня таких примеров сегодня. Все израильтяне, в принципе, одинаковые. Есть различия в других вещах. Сефардим и Ашкин Азим, там, да, хасиды и не хасиды. Но в отношении вот севера и юга в основном различий нет. И тем не менее, у ашкинадских евреев на севере обычай не делать брохукоинов каждый день. Вы знаете, что вне земли Израиля обычным икоинам, коины благословят народ только несколько раз в году. В муссов, в праздники. А у Сефардим везде, где они живут, они делают брохукоинов каждый день. А вот в Израиле ашкинадские евреи на севере делают брохукоинов только по субботам. Ну и в Йомтов, конечно. А на юге, в средней части Израиля, там везде делают брохукоинов каждый день, как вильнинский Гаон считал, как его ученики установили. Вот на севере это некий компромисс между обычаем Хусларес, где вообще делают только несколько раз в год, но и обычаем, чтобы делать каждый день. Делают только вот по субботам почему-то. Это один из немногих обычаев, который отличается в основном в Галиль, основные общины Галиль. Хотя там тоже, кажется, есть исключения, но основные общины в Галилее отличаются в данном случае от общин по всему остальному Израилю. Как бы там ни было, здесь вот приводится, что были различия насчет того, как относятся ли к субботе законы Авилута и до какой степени относятся. В Галилее были не такие же обычаи, как и в Йихуде. Но вот у нас сегодня халаха, что к субботе относятся законы Авилут, которые не публичные. То есть все, что человек открыто не делает, в этом относятся законы Авиля. А вот то, что открыто, в этом он не должен. Бипархесия, как говорится, публично показывает, что он скорбит. Поэтому, например, все, что, скажем, связано с изучением Торы, там обычно Авиль даже в субботу соблюдает эти законы. То есть он не может изучать обычные части Торы. Только те части, которые может Авиль изучать. Отношение с женой, разумеется, тоже вещь. Не публичная. Это запрещено, значит, Авилю первые семь дней после смерти родственника. Нельзя иметь отношение с женой. Ну или жене с мужем. Это в субботу тоже относится. А вот публично он должен сделать, чтобы не похоже было, что он Авиль. Поэтому он надевает ботинки там. В те времена, когда они закутывались во время Авилута, они определенного уровня закутывались. Так здесь, значит, соответственно, такое закутывание не следует делать во время Авилута. Во время субботы, чтобы не показать, что он Авиль и так далее. И еще здесь обсуждается о том, как именно праздники аннулируют. Авилут в определенных вещах стало более мягко со временем. И они тут обсуждают, как это в результате выходит. И Шухинаров все это цитирует. Там получается, что праздники очень сложно, как именно это все работает. То есть, например, мы говорили, что если человек похоронил мертвого в любое время до праздника и начал Авилут. Даже если он минуту, допустим, делал, законы скорби соблюдал и потом начался праздник. То уже законы 7 дней аннулируются. Оказывается, тут еще и законы 30 дней частично уменьшаются. То есть он не ждет потом полные 30 дней. Потому что бывает, что праздник засчитывается как целых 14 дней. Бывает, что праздник засчитывается, если, например, это Суккот плюс Шмини Ацерет. Там же два праздника подряд фактически. Если человек похоронил мертвого перед Суккотом, то Суккот аннулирует 7 дней. Но потом получается сам праздник и плюс еще Шмини Ацерет еще вычитают пару недель. Остается совсем немножко после праздника. В общем, получается, что эти законы достаточно сложные. В каждом конкретном случае, если у человека Ахас Вишалом кто-то умер перед праздником, и он будет тогда узнавать, как именно ему посчитать вот эти шлоши, да, законы 30 дней. Но часто бывает, что ему после праздников совсем немножко остается. Легашлим, так сказать. Доделать, досидеть вот эти 30 дней. Это же и так законы довольно мягкие. Там только определенные есть ограничения. Стрижки и определенного образа стирания белья при определенных обстоятельствах, да, особое отстирывание. У некоторых шкинацких общинах некоторые обычные насчеты мытьявга. В горе, во всяком случае, бани какие-то, да, есть какие-то ограничения. Но основные законы обелут они только 7 дней. А вот 7 дней и так и так праздник аннулирует, как я сказал. А вот как считать 30, это уже зависит от того, какой это праздник. И многие из них праздника, соответственно, включаются сразу, как много. И на этом мы на сегодня закончим с вами. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры создавал DimaTorzok